На недавнем конгрессе соотечественников, который прошел в Москве, глава МИДа, визиты которого, кстати, ожидают на Кипре, был назван лучшим министром иностранных дел за всю историю России. К слову, сегодня российская диаспора за рубежом составляет 30 миллионов человек, а на конгресс съехались 400 делегатов из 97 стран. Среди активных участников конгресса был Игорь Насонов, председатель ассоциации русскоговорящих жителей Кипра «Горизонт». В интервью телевестнику он рассказал о самых интересных с его точки зрения моментах форума. Кстати, Игорь Алексеевич особо отметил, что всем трем представителям Кипра удалось выступить с докладами о своей работе. Учитывая многочисленность делегатов, это серьезное достижение. Ольга Михайловна Рыбкина на своей секции докладывала о том, что сегодня делается, и что планируется сделать в молодежном направлении. Тем более, насколько я знаю, что на следующий год «Лимассол» будет центром международного молодежного движения. Я на секции представлял одну из тем, которую ведет «Вестник Кипра» и этот проект, который называется «Взгляд через столетия. Великие победы России». То есть, это выпуск различных книг и брошюр по истории «Взгляд через столетия». Это означает, что мы стараемся выпускать те книги, которые издавались более ста лет назад, еще в царской России, и стараемся не вносить никаких кюпюр, чтобы наши школьники, дети и читатели могли знать, что про то или иное событие думали наши далекие предки в то время в России. Вот последнюю брошюру, которую мы выпустили, это «Победы Дмитрия Донского. Куликовская битва», например. Впереди мы планируем к изданию брошюру «Александр Невский». Ведем сейчас работу над «Александр Суворов» над биографией. Но еще очень приятно было то, что в заключительной части Конгресса, уже в завершении, когда на сцену был приглашен новый состав Всемирного Совета и старый состав, то слово от нового состава с благодарностью в адрес работы Всемирного Координационного Совета нового и напутствия было предоставлено Юрию Дмитриевичу Пьяных, нашему представителю в этот совет от Кипра. Надо сказать, что вообще это мероприятие было необыкновенно торжественным для всех участников. Тут трудно говорить, но, конечно, все равно это очень большой праздник для соотечественников. Первой была возможность практически всех первых руководителей страны услышать, увидеть и какие-то вопросы задать. Кипр в этом, на мой взгляд, он занимает одно из ведущих мест по той работе, которую здесь проводят соотечественники в плане поддержания сохранения русского языка, продвижения российской культуры, продвижения имиджа российского соотечественника и имиджа России в целом. И мне кажется, Кипр тут занимает очень достойное место. И, наверное, не случайно, что нам дали возможность выступить. У нас сегодня четыре полноценные русские школы на Кипре. И еще три в стадии формирования и создания. То есть это, скажем, очень большая работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова